И доброе утро, дорогие радиослушатели, примкнувшие к ним, примкнувшие телезрители, канал Саха-24, понедельник, 10.30 утра, рубрика с вполне нейтральным таким названием «Якутск сегодня». С вами я, Дмитрий Аргунов, гость у нас в студии замечательный адвокат Павел Стаценко. Доброе утро. Наш коллега, он циклом передачи «Буква закона» отметился на наших эфирах. И хотел бы я начать с того, что сел, не скажу где, с утра почитать свежую прессу. Она у нас обычно электронная. Вот в ЕСЯ я натыкаюсь на статью Надежды Ефимовой, которая называется, ну не называется, подзаголовок такой «Буду бить аккуратно, но больно». Надежда у нас старший корреспондент ЕСЯ, на телефонной связи. Доброе утро. Доброе утро. Надежда, доброе утро. Замечательный материал на самом деле. Вас не смутило в ходе подготовки материала то, что вообще данный вид наказания, уголовное или административное, то выводится, то выводится. То есть ввели, вывели, ввели, вывели. Да, Дмитрий, я вас прекрасно понимаю. Естественно, вообще сама тема довольно интересна именно тем, что полгода назад, буквально 3 июля, депутаты протолкнули и уже внесли изменения в уголовный кодекс Российской Федерации, да, конкретно касающийся побоев. И, получается, произошла декриминализация таких сетей, как побои в отношении, скажем так, незнакомых, да, например, то, что впервые, если вы побили человека на улице, то вы теперь уже к уголовной ответственности не привлекаетесь. Зато туда внесли в 116 статью такую фразу, которая называется «побой близких лиц». Теперь, получается, 3 июля все родители и супруги, которые дали подотыльник своему сыну за двойку или там потаскал жену за волосы в порыве какого-нибудь конфликта, они уже могут попасть как бы под реальный срок в суде. Это довольно, конечно, интересно, учитывая то, что человек, который побил меня на улице, отделается штрафом, а муж может сесть в тюрьму. А сейчас, уже спустя полгода, получается, депутаты вновь поменяли свое мнение и решили фразу «побои близких лиц» вынести из 116 статьи, тем самым вообще не привлекать такое понятие, как семейные побои. Но есть очень многие мнения по этому поводу. Надежда, а вам не показалось, что было во многом инициировано судами, которые просто устали разбираться во всех этих перипетиях семейных? Вполне возможно, да, потому что изначально это было предложение Верховного суда Российской Федерации, как нам известно. И в ходе подготовки своего материала я пообщалась, как вы, наверное, уже прочитали статье с подполковником Денисом Осадчим, который у нас является начальником отдела дознаний городской полиции. По его словам, за прошлый год, получается, с момента введения вот этой вот фразы «побои близких лиц» было возбуждено 41 уголовное дело именно вот по этой теме. И, по его словам, большинство супругов, которые пишут заявление на своего близкого человека, через некоторое время они уже от своих эмоций остывают и ничего не хотят. И никакого уголовного преследования хотят. Сейчас уже, извините за то, что ты написал заявление на мужа, он может пойти в тюрьму. А по его словам, Дениса Осадчима, сделать это довольно сложно, потому что даже возбужденное уголовное дело довести до суда трудновато, поскольку люди сами начинают избегать наших сотрудников в полиции и не хотят лишний раз с ними общаться. Даже после того, как написали вот заявление. Они не совсем, люди не совсем серьезно к этому относятся просто. Они не ожидают, что за это они могут отправить своего близкого человека в тюрьму. На самом деле, как говорит наш замечательный гость Павел Стоценко, когда муж бьет жену или, наоборот, жена бьет мужа, мало у кого возникают вопросы, это уголовное вообще или административное. Я вот насчет двоякости ситуации еще вернусь в ходе эфира. А вопрос-то стоит такое, пойдет человек писать заяву на близкого человека или нет? Потому что с совершенно случайного незнакомого человека, которого я встретил в баре бодливой козы или там что-то типа такого, можно ждать всего чего угодно. И то, что и наркотикой подкинут потом по этому поводу, и то, что другим человеком побои причислить к тебе и так далее, и так далее. Согласны с этим? В общем, Надежда, я рассчитываю, что в среду на большом эфире программы «Один из нас». Сейчас я буду иметь честь с вами в прямую речь, скажем так, вступить. И мы продолжаем с Павлом Стаценком. Спасибо, Надежда. Ситуация, когда, вот еще раз говорю, вы же сами объяснили, да, момент, когда жена прикладывает довольно тяжелой чугунной сковородкой мужа, который весит 56 килограмм, а сама она при этом 90 килограмм весит, да? Она же не говорит, что там за это деяние я получу административное или там уголовное. Ну, надо понимать, что вообще, когда человек совершает преступление, он в большинстве своем случаев... Употребляет наркотики. Например, продает, употребляет наркотики. Он, естественно, понимает, что это, ну, допустим, продажа наркотика, все понимают, что это преступление. Но этим занимается, занимается очень много, к сожалению. С одной единственной надежды – избежать наказания. Понимаете, в чем дело? Не получается. Потом, естественно, говорят, ну, вот я как-то вот пытаюсь снизить свое наказание. Но вопрос даже не в этом. Когда жена бьет мужа или муж бьет жену тяжелым предметом, можно нанести гораздо больше тяжкие последствия, чем побои. Побои, давайте так говорить, да? Почему, вот если возникать в историю немножко углубиться, о чем Надежда сейчас сказала, действительно, Верховный суд пытался декриминализировать побои. Еще тогда, до вот июля, значит, убрать из статьи, потому что снизить загруженность судов. Потому что побои, речь идет о настолько незначительном вреде здоровью, что судмедэксперты даже не говорят, что это вред здоровью. То есть, пощечина, пощечина, ну, даже нет, не так. Здесь надо понимать, что пощечина или там шлепок, как говорят сейчас, очень много там, да, это не является побоем. Побои это ссадины, кровоподтеки, синяки и так далее. То есть, вреда здоровью нет, но есть физические и нравственные страдания человека определенные, но даже к легкому, а легкий вред здоровью сегодня это преступление, причинение умышленного вреда, значит, легкий вред здоровью. Соответственно, даже к легкому вреду это не относится. Это незначительный, настолько незначительный вот эта часть. Поэтому мы говорим всего лишь о синяках, ссадинах, кровоподтеках, то есть, таких бытовых драках, не повлечивших серьезный вред здоровью. Но которые в официальном порядке, установленном порядке, а зафиксированы органами судной экспертизы. Я напоминаю, что мы работаем прямой эфире, 32.0066, 32.1166. А вот какая жена в трезвом уме пойдет снимать побои, ну, скажем так, если муж ее толкнул, она ударилась в косяки. Ну, в эмоциях чего только не бывает. Естественно... В вашей практике такое... Ну, конечно, довольно часто. Это довольно частое явление, конечно. Правильно сказала Надежда, что потом человек, конечно, пытается убавить. Потому что страсти улегаются, все-таки это не чужие друг другу люди. И вот когда все-таки мы говорим о степени общественной опасности, то есть, когда мы говорим об административном правонарушении или об уголовном преступлении, мы говорим, насколько это деяние общественно опасно. Вот обратите внимание, когда Верховный суд убирал побои, в классическом его понимании, как мы говорим, незнакомые лица, он оставил при этом побои из хулиганских побуждений на фоне расовой межнациональной розни. То есть, настолько это общественно... То есть, если я буду бить человека только потому, что он другой национальности, это высокая общественная опасность. Какой-то умысел, да? Это довольно серьезно. Я человек, который не соглашаюсь с общественными правилами в принципе. То есть, я такой человек, который пренебрегает другими людьми. Другое дело, просто побои, когда там что-то не поделили друг другом в, может быть, не совсем адекватном состоянии, в баре и так далее, но не нанесли при этом тяжкий вред здоровью, ну, легкий вред здоровью, но вообще вреда здоровью не было, да? Условно говоря, были побои. Это все-таки для первого раза, мало ли с кем не бывает, решили причислить к административным правонарушениям. И вот тут возник вопрос тогда, вот о чем речь, почему переводили, значит, заново, снова там и так далее. Вначале убрали, потом добавили. Сказали, а вот побои в семье, когда вот мы убираем, получается, что лица, которые будут привлекаться к административной ответственности, и в том числе вот у нас часто побои детей, побои, значит, супругов и так далее, они, получается, будут незащищены. И внесли, но при этом внесли довольно-таки, надо сказать, непрофессионально, потому что причислили туда такое количество родственников, да, в том числе и свойство. При этом не установили четкий перечень. Что там, кто там, собственно, заловка, значит, теща, тесть, там, ну и пошло, 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 пошло. То есть 3 июля мы их можно... Это преступление, если вы после 3 июля. И сейчас у нас в практике коллеги был такой случай, когда Кононов Сергей Александрович, адвокат, занимался подобным делом, когда, ну, совершенно вообще, можно сказать, там, в какой-то они там далекой родстве состояли, но при этом даже названия такого родства нет. То есть там девять... Седьмая вода на киселине. Седьмая вода на киселине. Ну, она пишет заявление. Я, там получился конфликт, были там определенные, как бы, вот побои, были сняты синяки и так далее. И она пишет, это мой родственник. Поэтому он подпадает под эту статью. Вот так. И суд довольно долго разбирался. И до сих пор, по-моему, даже и не смог разобраться в этом деле. Потому что нет списка этих родственников. Вот этот подход они не уладили. Ну, вот возникла проблема другого характера. Почему и внесли вот сейчас декриминализацию. Кстати говоря, мы, честно говоря, о полной декриминализации, насколько я понимаю, не говорим. Мы говорим о том, что все-таки его переводят в разряд тех побоев, которые были, значит, внесены до июля. То есть в начале, для первого раза это будет административное правонарушение. Если человек повторно попадается, то уже, соответственно, это уголовное преступление сохраняется. То есть, исходя из того проекта, который читал, сейчас это законопроект всего лишь, это не закон, пока что он не подписан президентом. По-моему, только принят Государственная Дума. Еще должен пройти одобрение Совета Федерации. Так вот, это получается, что мы фактически, ну, допустим, опять же, к административным наказаниям. Второй момент, который вызывает довольно серьезный спор. За административное наказание предусмотрен штраф 30 тысяч. Если муж бьет жену и подвергается административному наказанию, из каких денег он будет платить? Из семейного бюджета? Из общего семейного бюджета? Из скромного нажитого, да? Да, соответственно, мы наказываем и жену, которую побили второй раз, лишая ее, в общем-то, денег, и мужа. Ну, муж, что там, господи, ну, отдаст он на эти 30 тысяч. Как бы, а теперь жена, готовь ужин из того, чего есть. Не надо было заявление писать. Сапог новых не будет. Да, сапог новых не будет. Поэтому, как бы, вот эта логика законодателя, она довольно-таки не ощущается в этом плане. Но вот это появилось мнение о том, что якобы шлепки, вот о том, о чем я говорил, могут причисляться к побоям. Не правда это. Шлепок один, если там подзатыльник, пощечина, если при этом не было никаких синяков, ссадин и так далее, это не побои. И любой суд отличит побои, и, в общем-то, потому что есть умысел. Но, получается, не доверяют судам наши законодатели. Ну, получается, универсальный такой орган, который разбирается в семейных перипетиях, и в психологии семейных отношений и так далее, и я про суды. И мы продолжим разговор про декриминализацию побоев сразу после рекламы. Мы продолжаем разговор о намерениях, пока еще намерениях декриминализировать домашнее насилие. Кстати, во многом, вот закон о шлепках, да, с 3 июля такой оборот был запущен. Шлепки ведь, что же тут касаемо физруков, которые, ну, любят, скажем так, подбадривать детей вот таким вот методом? Ну, надо понимать, что... И детские сады, там... Смотрите, ребёнок прыгал. Я понял. Смотрите, вопрос-то в чём? Вот я до рекламы дал мысль о том, что всё-таки законодатель, получается, не доверяет нашим судам. Он, в принципе... Вообще этот закон, как мне кажется, не проходил проверку ни в суде, ни в Верховном суде, ни в профессиональных сообществах, например, как в адвокатуре, не спрашивали их мнение экспертного и так далее. Мне так кажется. Может, если даже и так было, то, видимо, это сквозь глаза всё. Почему? Потому что умысел... Есть понятие умысел. Это довольно серьёзный состав, элемент состава преступления, который выясняется каждый раз, то есть, что человек хотел, насколько он оценивал общественную опасность своего деяния. Вот вы сказали про чугунной сковородкой по голове. Прекрасно. Человек понимает, если ударить чугунной сковородкой по голове, то, скорее всего, будут довольно тяжкие последствия. Вплоть до смерти. Вплоть до смерти. Человек это понимает. Либо он желает наступления ударяя, либо относится к этому безразлично. Ему всё равно, наступят эти последствия или нет. И это образует прямой умысел. И когда физрук понимает, что он физически сильный, со всей силы ударяет ребёнка, он прекрасно это понимает. И поэтому это относится именно к умыслу. И это образует состав преступления, если в итоге этот удар привёл к побоям или в ряду здоровья. Понимаете, в чём дело? И это разбирательство именно должен делать суд. Профессиональные юристы, прокурор, следователь и так далее. Они все должны в этом разбираться. То есть физрук, делая поддержку ребёнку, который лезет на канат, рука соскользнула, сорвалась и больно сделала в области... Но здесь нет состава преступления. Нет умысла. Так они же не будут. Будет ссадина. Крепкой мужской руководит. В том-то и дело, что в данном случае нужно разбирать, как эта ссадина появилась, при каких обстоятельствах, допрашивать свидетелей. И если это всё получилось, потому что происходила, извините, просто страховка, человек не ударял, не совершал, не было умысла на совершении побоев, и просто состава преступления не будет. И поэтому вот этот образ закона о шлепках, он на самом деле выдуманный. Выдуманный. По большому счёту. Есть, я сказал, что другие проблемы практического, это вот по административному штрафу, например, или по перечню родственников. Это вот практические проблемы, которых даже не обсуждались в Государственном Думе. И эти проблемы... То есть вот те люди, которые, видимо, совершенно далёкие от права занимались вот этими вещами. Люди совершенно далёкие от права занимаются вот такими вот вещами. Кстати, с 3 июля это же вполне в поле зрения, скажем так, хозяйственных споров внутри ячейки общества. То есть жене, допустим, не понравилось, как муж делит доходы, то есть выполняет то ли условия брачного контракта, то ли вообще обязанности, которые в семье приняты. Не ту часть дохода перечислил, скажем так, в общий фонд, ну, ударялась головой о косяк, пошла, написала заявление. Есть такая проблема, есть такая проблема, и на самом деле, кто занимается подкородобными процессами, знает, что провокации подобного рода довольно частые явления. Написание заявления в правоохранительные органы в период бракоразводного процесса, попытка выставить своего супруга в таком неприглядном свете, это довольно частная практика, к сожалению, при бракоразводе, потому что тогда эмоции прут через край, и все пытаются показать, какая сволочь была рядом с таким прекрасным человеком. Ну, слушай, здесь декриминализация, это получается степень домашнего шантажа, она снизится? Конечно. И это является одним из поводов, почему, значит, был принят вот этот закон, мы приняли, потом подумали, как говорится, что вот это вмешательство, оно может привести к чему? Что действительно, допустим, пришел ребенок, весь в синяках, условно говоря, в детский сад, ребенок бегает, прыгает, он ударяется, он получает ссадины. И, в принципе, чисто теоретически, о чем я и говорил, что может проучиться так, что ребенку в семье просто заберут. Есть такой риск, и этот риск, в общем-то, те законодатели, которые пытались протолкнуть этот закон, и протолкнули, они его и выставили на передний план. Понимаешь? И говорят, ну вот, есть же пример, там, в Европе, где там, в Норвегии, или где там было, значит, у нас, что из семьи наших российских граждан изъяли ребенка, из-за, по-моему, там крика. И было довольно острой резонанса. Вот вы хотите, чтобы было так же, как там, это же вмешательство в традиционную семью. И о чем я говорю, что получается, что судебной системе не дают, потому что именно суд должен разбираться, насколько это опасно, насколько это вмешательство, насколько это побои, как они были, значит, произведены. И для этого, в принципе, не нужно было вносить изменения и так далее. Это было лишнее того. Господи, как тяжело-то нашим судям, основываясь на домострое, скажем так, разбираться в тонкостях ювенальной юстиции. Ну, а как? Фактически получается так, да? Все-таки в отношении детей у нас же априори шло то, что, скажем так, дела возбуждались и без подачи заявления, что касается несовершеннолетних. Ну, конечно. Ну, здесь, понимаете, в чем дело. Действительно, несовершеннолетний не пойдет и не понесет на своих родителей заявление. Это же понятно. И, конечно, у нас были случаи, когда, помните, года три, по-моему, назад ребенка забили табуреткой, что ли, или палкой, или какой-то, которая женщина забила ребенка, исходя из того, что она просто не захотела, ребенок, по-моему, не захотел стихотворение учить. Кажется, так, по-моему, была ситуация. И, по-моему, в Честной Якутии, как раз еще тогда я не вел эту программу, Афанасий Николаев, по-моему, вел, и я вот участвовал. Я помню. Это привело-то к чему? Потому что ребенок подавал признаки. Он кричал, был шум, были постоянные скандалы, но при этом не реагировали. А надо было реагировать. И в итоге это привело к трагедии. Поэтому, конечно... По действующему, скажем, законодательству, сосед, который после 11 вечера слышит, допустим, детский крик, он должен осознавать, что подводит, скажем так, соседей же под уголовное преследование, если он позвонит, куда надо. Ну, нет. Не подводит он на самом деле. Потому что он, во-первых, прежде всего защищает ребенка. Сигнализирует. Сигнализирует. Во-первых, это можно сделать анонимно. И органы, значит... Правопорядка. Правопорядка, ювенальные юстиции, они могут в рамках своего закона провести проверку по вот этому сигналу. И они проводят такую проверку. по этому сигналу. Просто разные бывают. Ребенок-то кричит. У меня ребенок болел вот этот месяц. Попали так. Ну, тоже кричал, потому что не хотел там, когда... Ушко болело. Ушко болело. Конечно, он будет кричать. Понимаете, в чем дело. И нормальный сосед, может быть, о чем он каждый ночью орет. Может, там что-то происходит нехорошее. И тут еще один немаловажный нюанс. Вот по проекту в отношении бывших супругов тоже, в принципе... То есть когда-то они были, допустим, близкими и так далее, но сейчас они состоят в разводе, но муж вспомнил старую обиду, пришел разбираться. Есть такой момент, но дело в том, что вообще проблема-то, вот я говорю, что списка, это очень расширительное толкование этого списка. И это возникает огромные проблемы с этим. На практике возникает. Потому что кого относить... А если сожитель? Они не являются, допустим, в браке, но при этом... Ну, сожитель как-то грубо, это гражданский муж. Да. Ну, слушайте, гражданский муж это муж, который находится в гражданском браке. Гражданский брак у нас только один. Ну, ладно, пусть будет гражданский муж, чтобы никого не обижать из радиослушателей, телезрителей. Пусть будет гражданский муж. Но если гражданский муж ударит гражданскую жену, в данном случае, они в браке-то не находятся, они не являются родственниками. Де-факто. И де-юре. Вернее, де-юре не является. А де-факто, получается, является. Но распространяется ли этот закон на них? Ну, на практике, наверное, распространяется. Но формально есть основания. Ну, опять же, будет привлекать куча свидетелей о том, что там 10 месяцев вы жили совместно. Общий бюджет и так далее. Да, вообще, ситуация с инициативами, скажем так, дамочек, дамочек, который занимается подобного рода делами в парламенте нашей страны. А почему за подобные инициативы не дается никакое наказание? Слушайте, я не знаю. Честно говоря, вообще, два состава Государственных Думы... Логики я не вижу. Вообще, логики поведения я не вижу. Захотели приняли закон, захотели отменяли. И это не только вот сейчас. Это, в принципе, довольно-таки много непонятных законов, нелогичных законов, в которых потом необходимо внесить кучу изменений. Это вот два последних состава Государственной Думы, к сожалению, этим характеризуются. И это снижается вообще, в принципе, ценность закона. Потому что если в закон захотели внесли изменения, захотели его поменяли, захотели его применили, захотели не применили, то это уже не закон. Это просто как бы, я не знаю, чем это назвать. Потому что не жиплинтус. Можно ноги вытереть. Ну да. Поэтому закон должен быть такой, что вот его приняли, все это закон. Он должен быть монументальный. Он должен быть на века. Ну, не совсем так. Но, тем не менее, принять изменения в закон, должна быть серьезная проработка вопроса. И такого, конечно, что вот каждые полгода вносить изменения, это недопустимо. А может, все-таки отличается, скажем, может, они обращались к практике адвокатских сообществ и так далее. Но адвокатские сообщества, допустим, в Стольных Градах, они слегка отличаются от тех же на местах. Не знаю. Я просто... Может, не теми делами занимаются ваши коллеги в Москве. Может быть. Может быть. И такое. Но, по крайней мере, я думаю, что редко довольно-таки кюрикто... Я слышал какие-то публикации о том, что вот обратились и так далее. Просим принять. Обычно же отправляют предложения в наш парламент. Отправляют. Вот разрабатывается закон. Ваши предложения и так далее. Чтобы как бы к адвокатам такие предложения поступали. Но за свою адвокатскую практику я не видел, не слышал. Ну, в общем, очень обширный повод для размышлений накануне нашего большого развернутого в течение часа, который будет состоится эфира в среду 19.30. Один из нас, который будет рассматривать подобные ситуации, да, и степень и необратимость наказания за, скажем, применение насилия. Неважно со стороны кого. Или это жена, которая весит 90 килограммов, будет бить мужа, который 46 килограммов, да, либо это муж, наоборот, ситуация под 100 килограммов, будет бить хрупкую жену. Вообще насилие в любом случае неприемлемо, но вот необратимость применения насилия, об этом мы поговорим, конечно же, в нашем развернутом эфире. Я приглашаю женские организации, которые сегодня, к сожалению, не смогли участвовать в таком предварительном эфире. И будем ждать следы, будем ждать, что говорит общественность, общество, представители правопорядка и адвокаты. Увидимся.